Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Республика» о главных новостях прямо сейчас. На утро 14 апреля в Чувашии 66 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два пациента выздоровели. Среди 15 лиц, подтвержденных вчера, 10 пациентов и один сотрудник второй городской больницы. Они выявлены после перевода медорганизации в режим обсерватора. Положительный результат на новую коронавирусную инфекцию подтвердился у двух контактных лиц и одного приезжего из Яльчикского района. Еще один гражданин выявлен в ходе тестирования лиц старшего возраста. Он житель Чебоксар. Возраст пациентов от 35 до 86 лет. 70 дежурных групп открыты сейчас в детских садах республики. Их посещают более 550 детей. Что изменилось в режиме работы детского сада номер 2 города Новочебоксарска в нашем сюжете. Воспитатели в масках и перчатках измеряют температуру у детей. Так начинается каждое утро в дежурной группе детского сада «Калинка». Всего в Новочебоксарске 15 дежурных групп в пяти детских садах. Их посещает 130 детей. С каждой недели их количество увеличивается. Все потому, что взрослые выходят на работу. Конечно, многие родители хотят водить детей именно в свой сад. Но пока это невозможно. К сожалению, все детские сады открыть мы не можем. Потому что есть детские сады, в которые, допустим, желает ходить только один ребенок. Понятно, что на одного ребенка в детском саду будет вынужден работать от пяти до девяти сотрудников, которые будут обеспечивать его посещение. Поэтому мы делаем мониторинг еженедельный и, конечно, открываем группы в тех детских садах, откуда идет наибольшее количество родителей. Всегда готовы принять ребенка и рады помочь. В том случае, конечно, если ребенок полностью здоров и нет опасного эпидокружения. Каждую пятницу администрация детского сада обзванивает родители, дети которых посещают их учреждения, чтобы уточнить количество ребят на неделю. Желающие посещать детсад могут также обратиться в отдел образования города. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. Развитие массового спорта в регионе, организацию детского отдыха и цифровизацию отрасли обсудили сегодня временно исполняющие обязанности главы Чувашии Олег Николаев с исполняющим обязанностями министра физической культуры и спорта Республики Василием Петровым. На встрече обсудили основные направления деятельности министерства и реализацию национальных проектов в области спорта и физической культуры, которая стала главной темой разговора. В центре внимания – развитие детско-юношеского, студенческого спорта, спортивной инфраструктуры, организации детского отдыха. Привлечь к активным занятиям необходимо и старшее поколение. Выделить специально время и сделать посещение спортивных центров бесплатным. Во время прохождения диспансеризации, я думаю, врачи могли бы им подсказать, каким видом спорта, какой двигательной активностью им лучше заниматься, чтобы только польза была для здоровья. Мне кажется, совершенно правильный, хороший подход. То есть, если врачи им говорят, какие виды активности им будут более доступны и полезны, а с другой стороны, мы им даем возможность посещения наших спортивных сооружений в те моменты, когда сами спортивные сооружения минимально загружены, но при этом они абсолютно бесплатно их посещают. Работа ведомства в полном объеме возобновится после окончания карантина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Уже сейчас ответы на часто задаваемые вопросы о ситуации с COVID-19 в республике можно узнать на сайте вместе.кап.ру. Если вы нуждаетесь в дополнительных разъяснениях, звоните 15 апреля по номеру 260036 с 10 до 11 часов. Это главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы «Республика» в 15.00. До встречи.